В ночь с 11 на 12 февраля в селе Писаниц произошла страшная трагедия, в которой погиб двухлетний мальчик. Безответственные родители, уложив малыша спать, отправились в бар, оставив своего сына без присмотра. Видимо, поступили они так не впервые, раз ушли из дома на долгое время, особо не беспокоясь о том, что будет с ребенком, если он проснется и не обнаружит рядом родителей. Однако, до этого случая все было спокойно и обходилось без эксцессов, но раз на раз не приходится. В то время, пока молодые мама и папа где-то веселились, в их доме начался пожар. Ну, причина пожара – это банальное несоблюдение правил пожарной безопасности, несоблюдение пожарной безопасности касаемо использования бытовых приборов. Сигнал поступил ночью, то есть 01.10. Пожарные прибыли вовремя, огонь удалось локализовать, но не обошлось без жертв. К приезду пожарных ребенок уже был мертв, отравился угарным газом. Причина возгорания – замыкание электропроводки. В июне месяце 2010 года было обследовано этот дом, именно вот этой квартиры. И было предписание выписано хозяевам по устранению палаток в электропроводке. Вот. Буквально 5 февраля было повторное обследование, но нас хозяева в дом не упустили. Но мы считаем причиной того, что не было исправлено то предписание, что было предъявлено. И как результат – погибший двухлетний малыш. Стоит отметить, что из-за подобной безответственности родителей, трагедии с детьми уже не в первый раз случаются в селе Писанец. Когда вообще случается пожар в населенном пункте, это, конечно, трагедия для любого жителя. Когда гибнут население в пожаре, это тоже трагедия большого масштаба. Но когда в пожаре погибает ребенок, несмышленный маленький ребенок, это вина всего общества, всех нас, что это случилось. Случилось по вине родителей. Уже тут скрывать не надо. И самое, вот, на мой взгляд, самое страшное то, что эти случаи повторяются. Уроки есть, но они нас ничему не учат. Петр Юрьевич, извините, но я скажу, может быть, так вот эмоционально сейчас перед вашим выступлением, но с 2008 года мы, страдают дети наши, писанские, от бездумности поступков родителей. В 2008 году мы потеряли девочку в пожаре, маленькую Надюшку. Мама сидит здесь. Я ей специально сегодня сказала, чтобы она пришла сюда, на это собрание. Буквально проходит немного времени, мы снова получаем неприятность, когда у нас ребенок пострадал от насильника, когда родители в это время развлекались в баре. И следующий случай, вот, свежий. Опять родители развлекаются в баре, ребенок один, ребенок пострадал. Это, скажем вам сразу, это уже ответственно и уголовное дело, которое нужно заводить вот на таких безответственных родителей. Пожарные силописанец не раз повторяли и не устают повторять о том, чтобы жители соблюдали меры пожарной безопасности и выполняли все предписания, для того, чтобы подобных трагедий никогда не случалось. Просьба соблюдать правила пожарной безопасности в быту и сотрудничать с органами ГПН, с пожарной охраной. Вот мой совет просто жителям и села, и Артемовской районы. Еще одна трагедия, связанная с пожаром, произошла несколько дней спустя в поселке Красногвардейский. Здесь также, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб мужчина 45 лет. Так, 16 числа, 16 февраля 2011 года в пожарную охрану поступил сигнал о возгорании в жилом доме в поселке Красногвардейском, по улице Химиков 3, квартира 2. Пожар потушен тремя отделениями 16-го отряда около 8 часов утра. Владелец дома, малых Игорь Николаевич, 65-го года рождения, погиб на пожаре. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. То есть курил, под ним загорелся матрас, человек погиб, не смог уйти из горящего дома. Как рассказал дознаватель отделения надзорной деятельности АГО, погибший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, именно поэтому адекватно не оценил происходящее вокруг. Пожарные поселка Красногвардейский также еще раз провели подробнейший инструктаж с жителями этого населенного пункта. Пожалуйста, будьте внимательны, соблюдайте элементарные требования, элементарное правило пожарной безопасности. Вы все живете, наверное, в деревянных домах, в жилом секторе. Вот сейчас очень холодно, топите печи, не перекаливайте печь, не перетапливайте. И старайтесь за два часа до сна, чтобы печь истопить, и закрыть. Потому что мало ли, что-то где-то заметите, пока не стопите. Электроприборы, чтобы были в исправном состоянии, неисправные электроприборы, ремонтируйте. И тут же попросили рассказать жителей Красногвардейского о том, какие меры нужно предпринимать при возникновении пожара. – Естественно, первое – звонить. – Позвонить пожарной? – В первую очередь звонить срочно. – Номер телефона? – Номер телефона 44-003. – Так, дальше ваши действия какие-то? – Ну и что, начинать приступать? – Принимать меры какие-то, конечно. – То, что подручно, снег, вода? То, что у нас будет, смотря где пожар? – Ну у нас, конечно, у каждого, во-первых, нет, у нас бочка воды стоит всегда, не одна, а две. Но сейчас вот снег, что может, поможет. – Ну а если в помещении, там уж… – Ну в помещении, там уж самим пока, да, пожарные. – А если пожар случился ночью, из-за дымления, вы проснули, что вы… – Ну в первую очередь, надо детей вытаскивать. У нас детей много. – Все покидать помещение, да, дом на четвереньках, всякое, потому что… – В первую очередь, выползать надо. – Кислород больше внизу, да, значит, покидать помещение всем, да, и вызывать пожарную охрану, правильному телефону назвали. – А если у нас загорелся электроприбор, что вы должны сделать? – Ой, электроприбор, это надо… – Телевизор, допустим, машинка стиральная. – Ну-ка, естественно, во-первых, из резетки срочно выдергивать надо. – Нужно обесточить, правильно. – Обесточить. – И мне кажется, их водой нельзя тушить. – Нет, 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 ни в коем случае. – Если вы обесточили. – Водой нельзя, и надо пробку… – Когда обесточили, тогда можно тушить вода. – Не пренебрегайте своей жизнью и жизнью близких. Соблюдайте правила противопожарной безопасности. Выполняйте предписания пожарных, чтобы не повторять трагедии, случившихся в минувшие дни. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!